Музыка Вот, а это продолжаем вот эту эпопею про сами культуры появилось у меня какое-то большое желание что-то побухтеть в процессе работ а заодно и сделать что-то полезное и так, здесь в процессе забора делались контрольные отсевы контрольные отсевы показали, что делали мы все чисто хорошо, только роста у нас нет но почему-то по странному стечению обстоятельств хороший рост показал или клетки во флаконе с раствором хороший рост клетки показали во флаконе культивации но почему-то они не показали вообще роста и то есть даже вот эти клетки не показали роста но почему же они растут в растворе они хотят расти на агарно-питательной среде закрадывается такое такое мнение у меня вот закрадывается, что возможно есть какая-то проблема именно в самой питательной среде. Может быть в процессе приготовления я что-то перешаманил с храм финиколом и почему-то может быть что-то там такое, что почему-то клетки не хотят на нем расти. Это не первый такой случай именно вот этой партии агаровой среды. На ней что-то клетки нормальные, живые. То есть я видел, что с ними все хорошо, но почему-то здесь они расти не хотят, но в то же время здесь они расти хотят. Ну, вы должны понимать, что мы имеем дело с биологическим материалом. И здесь лучше всего подходит правило, что жизни не дает обещаний, только возможности. Вот здесь мы всегда имеем возможности. Гарантий стопроцентных здесь никто дать не может никогда. Поэтому имеем то, что имеем. По факту роста на среде хранения есть, на агаровых нет. Значит мы что будем делать? Мы будем сейчас сделать контрольный пассив. То есть ждем мы от них уже недели три роста. И если его нету, значит мы его дальше нету смысла ждать. Или мы убедимся, что просто вот эти агары мои, они просто ну какие-то неправильно сделанные. И нужно их переделывать. Значит нужно что? Освободить пробирки. Вот мы сейчас этим и займемся. Или они у нас будут расти, или мы их отправим на переплавку. Что кстати очень, очень своевременно. Потому что вот там сбоку целая гора лежит в следующей партии, которую нужно будет пустить в разработку. Так, быстренько мы берем флакон. Берем где-то спирт. Обрабатываем флакончик. Ставимся не сжечь лабораторию. Мы так прокалим. Прогрели. Берем шприц. Для посева такого маленького количества, там три пробирочки, нам нужно будет кубика три. Всегда при этих посевах, знайте, что вам нужно посеять, желательно чем меньше. Не чем больше, а чем меньше. То есть нужно посеять так. Желательно было бы, чтобы если вообще одна живая хорошая клетка полноценно попала просто в это место. Но так технически мы сделать не можем. Поэтому, поэтому не думайте, что туда полфлакона залить это будет хорошо. Нам вообще необходимо три кубика. То есть мы отсюда поймали вот три кубика вот среды, ну среды с клетками имеется ввиду, все у нас есть. Они здесь. В дальнейшем будем делать то же самое. Прогреваем. Подтягиваем. Греем снова. Скрываем. Инокулируем. Закрываем. Единственное, я здесь, ну тут предыдущий какой-то раствор, вот конденсат здесь, возьму я, чтобы не обливать стол, возьму я вот это дело так, что у нас лишнее в руках. Ну я уже в принципе в лабораторных работах, я научился. Пальцев 10 и могу одновременно держать кучу предметов. Вот. Подтягиваем. Прогреваем. Снимаем. Прогреваем пробку, прогреваем саму эту, выливаем то, что там у нас было внутри, этот конденсат. Вот. Нагреваем снова. Инокулируем. Запечатываем. Есть. Ну и поболтаем, чтобы клетка где-то приклеилась. Ну и последний сделаем еще один посев. и закрыли вот видели на ваших глазах могли засечь что делать засекти как это будет время и посмотреть вот сколько времени у нас заняло производство вот культур забыл наверно конденсат вылить к сожалению забыл пусть так не буду в другой раз скрывать опять нужно будет изымать клетки и снова то есть вот около этого флакончика мы оставляем пробирки мне стол для других работ сейчас пока не нужен то есть это все может находиться вот в том виде в котором она здесь есть сам шприц мы поместим тоже где-то вот рядышком с этим всем делом пусть там стоит вот и ну и принципе вот из тех работ которые нужно было сделать тут еще кстати нашел я питательные среды кстати тоже 200 и давайте мы раз уже такая у нас свадьба что мы еще сделаем чтобы нам еще сделать интересного ничего не будем делать не будем делать пустая там разберемся значит все осталось здесь по убираться это все повыливать повытирать и вроде бы мне кажется что я ответил но на все вопросы я не смогу ответить никогда я буду стараться максимально приблизиться к этому моменту когда отвечу на все вопросы но это понимаете категория такая философская то есть это сделать невозможно сколько людей столько будут возникать вопросы значит относительно охранения вам я объяснил относительно чего там еще тоже объяснил в принципе по работе с клетками в принципе все значит желаю вам всего самого наилучшего да по всем остальным вопросам заказом культуре всего остального звоните пишите да и все с вами был максим вроде бы как зене что те т вот